Энергономика. С Константином Симоновым. Начинаем программу. У микрофона Наталья Мамедова. И с нами Константин Симонов, гендиректор фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России. Константин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Ну, уже есть некоторый итог европейского обсуждения российских энергопоставок. Предложение ввести лимит цен на газ из России не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу, то есть сегодня. Попытка выглядела так. По сообщениям издания «Политика» установить порог примерно в 520 евро за тысячу кубометров газа. А еще прозвучала вот такая идея. Если уж вводить ценовой потолок, то на поставки любого газа, не только российского. Но, как видим, поговорили, согласия не достигли, опасаются. Вот как эта история развивается с вашей точки зрения. Ну, мы помним, что и седьмой пакет санкций вводили достаточно тяжело и долго. Начинали еще с майских праздников, и все это затянули более чем на месяц. Поэтому не будем обольщаться к этой идее. Я думаю, что талантливые европейские политики еще вернутся. Кстати, вот вы назвали цену в 520 евро за тысячу кубов. Ну, судя по всему, вы взяли потолок в 50 евро, я примерно пересчитываю, 50 евро за мегаватт. Потому что, на самом деле, европейцы в качестве потолка дают цены в переводе на электричество. Это отражает их вообще склонность к электризации энергетики, потому что они очень рассчитывают, что скоро ископаемое топливо уйдет в прошлое, и кругом будет только электроэнергия. Поэтому цены на газ уже пересчитывают в электроэнергию и, например, на Евростате. Вы тоже всю статистику, если там видите, видите обычно в стоимости евро за мегаватт. Но вот, например, даже в начальных параметрах там очень много противоречий. Например, министр иностранных дел Италии вчера заявил, что ему кажется 80 евро за мегаватт. Справедливая цена, а 80 евро в пересчете на тысячу кубов это уже где-то там 830 получается. Я думаю, что министр иностранных дел просто доказал, что он вообще не ориентируется в ценах. Потому что, на самом деле, правильные европейцы действительно говорили, нет, какие 80, значит, 50 евро. Кстати, цена, там 520-550 долларов за, ну, евро сейчас непременно в паритете, евро за тысячу кубов, она вообще-то в нормальное время, не вот то безумие, которое европейцы организовали на своих рынках в последний год, это была бы фантастически высокая цена. То есть, на самом деле, таких цен, то есть, то, что вот сейчас европейцы называют предельной ценой, это такая цена, которой не было на европейском рынке никогда. Просто это вот оцените масштаб, что называется, масштаб тех деструктивных действий, которые европейцы совершили со своей энергетикой. Ну, понятно, что у них там все одно объяснение, во всем виновата. Россия страшная, которая, если верить, например, фрау Бербок, которая заявила недавно, что, оказывается, Россия никогда не продавала Германии дешевый газ, то есть, у них там какие-то откровения все время совершенно фантастические. Так вот, я, фрау Бербок, заявляю, что те цены, которые вы называете предельными, наоборот, никогда у вас в Германии таких цен не было никогда в истории на российский газ. Более того, в Германии как раз российский газ традиционно стоил дешевле, чем во многих других странах Восточной Европы. У нас с Германией всегда были особые отношения. Это связано и с объемами. Германия в прошлом году 50 миллиардов кубов потребила российского газа. То есть, это откровенная ложь. И я уж не знаю, это ложь, связанная просто с незнанием вопроса. Или же так хочется. Думаю, что просто она вообще не в курсе. И так же, как министр иностранных дел Италии лепит там цифры, не совсем вообще понимая, насколько они адекватны. Это, кстати, одна из проблем. То, что в Европе, обратите внимание, вот часто вы слышите, чтобы глава какого-нибудь концерна комментировал ситуацию с газовыми ценами. Да нет, комментирует министр иностранных дел, очень охотный, с удовольствием, что надо сделать с газом. Или там Урсула фон Денляйн, известный специалист по энергетике, как должна выглядеть европейская энергетика в будущем. Причем они размышляют на десятилетия вперед. От российского газа мы, конечно, откажемся. Причем, на самом деле, вот эта история с предельным потолком на российский газ, она крайне важная. И крайне важная с точки зрения тех изменений, которые происходили и продолжают происходить в Европейском Союзе. И вот эта безропотность европейского бизнеса, которого сейчас клемят позором, если он выйдет там с вопросом, ребята, вы вообще на калькуляторах там умеете считать? Ему тоже сказать, вы что, агент Путина? Какие сейчас калькуляторы? Сейчас наши ценности под угрозой, поэтому все калькуляторы выкиньте в корзину. Мы будем, соответственно, идти дальше на пролом и, соответственно, давлению России не поддадимся. На вопрос, в чем, собственно, здесь противостояние России, если вы загоняете цены за все мыслимые потолки. И даже то, что вам кажется потолком, еще вчера казалось совершенным безумием. Что с этим вы будете делать? На этого пока внятного ответа нет. Но на самом деле, да, действительно, сейчас там ряд стран, вы правильно сказали, там уже изначально и Венгрия, и Чехия выступила против. Даже, страшно сказать, Германия выступила против. Даже Хаббек заявил о том, что не надо пока это делать, что, конечно, совершенно удивительно, потому что еще вчера Хаббек жаловался на Польшу, которая, оказывается, не хочет заниматься консолидацией газовой политики. Имеется в виду, что Германия всерьез рассчитывала, видимо, что Польша в случае дефицита газа в Германии, при отказе от российских поставок, поставит свой газ Германии. На что Польша в лице министра энергетики Польши с говорящей фамилией Москва, Анна Москва, заявила, что ничего она не собирается. Конечно, так она сказала, что ни в каких механизмах консолидированного прохождения этого сезона с Германией они участвовать не собираются. Конечно, они Германии обязательно помогут, если у них будет такая возможность. Прямым текстом сказалось, что, естественно, Польша сама за себя, при этом тут же потребовала все-таки этот потолок вести. То есть Польша действует откровенно здесь провокативно. Она первая, напомню, отказалась от перехода на рубли, закачав до этого нужные объемы газа в хранилище. Теперь она выступает в качестве такого провокатора, думая, что она очень успешно подготовилась к зиме, хотя тоже посмотрим. Но вернемся к механизмам. Очень интересно, а как Европейский Союз видел введение этого механизма предельных цен? Отдельный вопрос, что бы сказала Россия? Мы тоже понимаем, на самом деле, Россия четко обозначила свою позицию. Я думаю, об этом тоже обязательно поговорим. Но давайте посмотрим, как Европа видела реализацию этого механизма. Там нас на полном серьезе. Они говорили о чем? О том, что надо ввести единый центр закупки газа российского. То есть Европейская комиссия предлагала себя в качестве единого такого, как у нас говорят, одного окна. Это означает, на самом деле, что все контракты коммерческие, которые есть у «Газпрома», с коммерческими компаниями Европы, Европейская комиссия предлагала выбросить в корзину. А дальше Европейская комиссия должна была стать вот этим единым окном, одна покупать российский газ и дальше его распределять на европейскую территорию. Они предлагают разделить все страны на зеленую и красную зону и определять, кому нужен газ, кому не нужен газ. То есть Европейская комиссия открытым текстом говорит, что она хочет стать, соответственно, госпланом, госкомцен и в этом плане строить какую-то социалистическую экономику на территории Европейского Союза. То есть план Европейской комиссии – это чистый план по построению энергетического социализма, планирование, то есть это планирование госплан, распределение и государственное регулирование цен. И на полном серьезе, вот это в Европе, который мы считали каким-то рыночным пространством, на полном серьезе эти планы обсуждаются. Для меня, конечно, это дико, а европейский бизнес молчит, между прочим. Опять молчит. И на самом деле реформа европейского газового рынка идет уже очень давно. И суть этой реформы заключается в том, что постепенно Европейская комиссия демонтировала те институты, инструменты надежности этого рынка, которые складывались десятилетиями, в том числе и за счет торговли с Советским Союзом, с Российской Федерацией. Они подрывали безопасность этого рынка. И на самом деле сокращали пространство для бизнеса, били по этим компаниям. Вот знаменитый третий энергопакет, который предполагал расчленение этих компаний под рыночными соусами. На самом деле он давал Европейской комиссии дополнительные политические инструменты, которых ей оказалось мало. И теперь она вообще претендует на то, чтобы закупать газ и распределять ее по территории Европейского Союза. Заявляют, что это временная мера. Но мы знаем, что все временное это самое постоянное в нашем мире. Поэтому здесь очевидно совершенно, что получив эти полномочия как экстренные, Европейская комиссия их ни за что не вернула бы. Понятно, что национальные правительства не только, но все-таки некоторые из них, когда их там как бы клюет петух в голову, понимают, что тут вопрос, как эту зиму пройти. Но, с другой стороны, зачем им нужно отдавать свою безопасность энергетическую на откуп Европейской комиссии, передавая ей такие серьезные полномочия. Это, конечно, очень серьезный вызов. Но если мы говорим про российскую реакцию, Собственно, и Путин об этом говорил, и вице-премьер Новак об этом говорил, что механизм предельного ценообразования, вот этот price cap, так называемый, и в газовой сфере, и в нефтяной, но, я думаю, о нефтяной мы еще поговорим отдельно, они приведут к тому, что Россия не сможет осуществлять поставки. И это, во-первых, будет грубое нарушение контрактов. Тоже интересно, позиция Европейского союза, она очень любопытна в отношении газа из России. Европейский союз говорит следующее. У «Газпрома» есть контракты, и он обязан их выполнять. Он обязан нам сейчас поставить этот газ. Но мы намерены после этой зимы окончательно от этого «Газпрома» отказаться. А ничего у вас там контрактов? Вы знаете, что многие контракты до 30-го года, нас это не волнует. Но вы обязаны контракты сейчас выполнить. Вы нам поставьте газ этой зимой, а потом мы вас просто скажем спасибо. Почему? То есть, получается, мы контракты обязаны выполнять, но с нами можно обращаться как угодно, потому что мы недостойны того, чтобы быть сторонами контракта. Ну, то есть, откровенно это говорится. То есть, постоянно политики европейские говорят, мы уже приняли решение, все, точка невозврата пройдена, по их мнению. Мы с Россией больше не будем. Ну, надо как-то эту зиму продержаться. Это, кстати, рождает и у нас. Вот это постоянно такой призыв, давайте мы перекроем. Газ пока не поздно, мы можем тоже к этому вопросу еще вернуться. Но отношение предельно, конечно, цинично и к контрактам самим. И вот эта формулировка, давайте все контракты отменим и введем. То есть, ну, понятно, что предельный механизм цен, вообще грубое нарушение контракта. В каждом контракте есть формула ценообразования, она четко прописана. Теперь Европейская комиссия говорит, мы просто берем все, вводим потолок и плевать там, какая у вас формула. Нас вообще не волнует. Вот будем этим русским платить 50 евро за мегаватт-час. Сейчас все, больше мы не готовы. То есть, отношение к контрактному праву удивительное. Ну, может быть, и неудивительное. Но вообще-то для людей, которые продвигают, еще раз повторю, ценности бизнеса, какого-то рынка, и которые говорят про римское право, известная формула, договоры должны выполняться, и апеллируют к тому, что со времен Римской империи этот принцип в Европе жил. Но это просто ужасно, другого слова не подберу, потому что на самом деле рушатся основные механизмы ведения бизнеса, и как все это будет в дальнейшем выглядеть, совершенно неясно. Что касается России, еще раз подчеркну, конечно, на таких условиях. При том, что на самом деле они, вот еще раз говорю, если бы нам два года назад кто-то сказал, мы введем предельные цены и будем вам 500 платить, там, 500-520 евро за тысячу кубов, мы бы прыгали до потолка от радости. Но теперь понятно, что это, еще раз говорю, откровенный плевок в лицо. Конечно, на таких условиях, это откровенное нарушение контрактов, на таких условиях мы не сможем торговать газом. И поэтому страшно, да, европейцам все-таки страшновато, потому что можно, конечно, надувать щеки и говорить, мы готовы к зиме, у нас там газ закачан, но что будет зимой, сказать очень и очень сложно. Я много раз говорил, могу повторить, что у нас, мне кажется, в России такое гротескное восприятие в чем-то вот возможности перекрытия газа. Многие, мне кажется, думают, что если мы перекроем газ, то там будет миллионы замерзших трупов, там развалившаяся экономика. Такого не будет, такого не будет. Стресс для Европы будет колоссальным. Деиндустриализация будет серьезной. Очевидно, что будут закрыты очень многие химические, металлургические, они уже закрываются. Фактически каждый день мы эти новости читаем, и это абсолютная правда. Конечно, будут сокращены нормы потребления газа, тепла и в коммунальном секторе. Европейские политики каждый день говорят про завершение общества, изобилие, комфорта. Все это будет. Но давайте тоже не преувеличивать. То есть в этом плане, если мы действительно считаем, что мы перекроем газ, и все, Европейский Союз закончится к январю, этого не будет. Это, кстати, один из моих аргументов, почему мы не должны все-таки сами первыми перекрывать этот вентиль, потому что если мы думаем, что на этом все, как бы Европа расплачется, распадется и прекратит помогать Украине, этого не будет. Поэтому те российские политики, которые говорят, что давайте выдвинем ультиматум, типа там либо вы прекращаете поддерживать Украину, либо вентиль завтра закроем, очевидно совершенно, что это не сработает. Никто Украине помогать не перестанет. Такие ультиматумы не сработают. Соответственно, это приведет к развалу, окончательному развалу наших отношений. В этом плане, когда мне говорят, ну вот они же европейцы утверждают, что пройдена точка невозврата. Я все-таки готов с этим поспорить, потому что мне кажется, что экономику отменить нельзя. И то, что Европейский Союз действительно загоняет себя в экономическую ловушку, это очевидно. И голос разума там должен проснуться, и мне кажется, что зимой он будет просыпаться. Поэтому я лично считаю, что у нас, может быть, я покажусь наивным, но у нас все-таки есть шанс сохранить наши газовые отношения. И я уже много раз говорил об этом, но еще раз повторю, что Соединенные Штаты все 50 с лишним лет, как мы торгуем газом, все эти 50 лет мечтали разорвать наши газовые отношения. Они делали все и делают все, чтобы у нас с Европой общего бизнеса не было. Поэтому если мы перекроем вентиль, это то, чего они ждут 50 лет. Это их мечта, и, собственно, мы ее выполним. Вот и все. И в этом плане тот аргумент, который кажется самым очевидным, мне кажется, он даже не самый важный, но он тоже достаточно значимый. Я имею в виду, что нам самим нужны деньги, и нам их нужно зарабатывать. И в этом плане тот рекордный рост цен на газ, это достаточно для нас серьезная, позитивная история. Вы знаете, что «Газпром» решил на основе итогов первого полугодия впервые выплатить дивиденды по итогам полугодия. Такого раньше не было, правда, за прошлый год мы знаем, что дивиденды не были выпущены, но в таком же объеме будут выплачены дивиденды за первое полугодие 2022 года, примерно 1-2 триллиона рублей. Это серьезная сумма, потому что первое полугодие по доходам оказалось у «Газпрома» равное всему прошлому году. Но не будет поставок в Европу, то сейчас цены компенсируют. Поставки упали примерно на половину в Европу, но дикий рост цен компенсирует это. А вот если не будет поставок ноль, значит доходов будет ноль. Это тоже надо понимать, отсюда вопросы и социальной газификации, и с наполнением бюджета, и прочее. А быстро перенаправить поставки в Азию, но все равно не получится, потому что физически эти трубы вы не возьмете, не поднимете воздух и не развернете, как макароны в сторону Азии. Нужны новые трубы, нужны новые проекты. Ну, проекты есть, но они еще не построены. Соответственно, у нас есть силы Сибири, но это труба, которая ведет с новой ресурсной базы. А мы должны строить трубы с Уренгойского узла, с полуострова Ямала. Это серьезные проекты, которые за 2-3 года не будут реализованы. И мы тоже должны это понимать. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы мы с Европой были в роли двух боксеров, которые лупят друг друга на потеху заокеанской публике, потому что Соединенные Штаты из этого, очевидно, извлекают дивиденды. Они убирают нас с европейского рынка. Они продолжают свой приход в виде жиженного газа. Они сейчас намерены запустить новый инвестиционный цикл, третий уже по строительству новых СПГ-заводов. Я думаю, что мы все-таки не должны им этого удовольствия предоставить. Да, европейцы делают все для того, чтобы мы со своей стороны эти поставки прекратили. Они провоцируют нас. Но даже у них пока не хватает духу самостоятельно запретить закупку российского газа. Они могли бы это сделать. Ну, теоретически. Они могли бы не потолок цен вводить. Они могли бы просто ввести газ в очередной пакет санкций. Если уж они считают, что российский газ — это так плохо, и он разрушает их ценности. Но они этого не делают, потому что им страшновато.